Как выбрать самый вкусный, сочный и спелый арбуз? Что нужно сделать, чтобы не разочароваться в этой ягоде? Постучать или, может быть, покрутить? В народе существует много интересных способов проверить, насколько сладок плод. Кто-то определяет по размеру, кто-то по звуку. Но продавцы арбузов точно знают, какую ягоду стоит брать, а какую обойти. Арбуз выбрать надо пойти, посмотреть, кончик видите, сухой. Это арбуз, 100% спелый арбуз. Сухой, сухой кончиком. И чтобы можно постучать по ней, если звук будет такой звонкий, как вот на этом арбузе, тот же арбуз, зрелый арбуз. Вот, допустим, чуть другой звук у него. Этот арбуз может быть чуть перезрел, но желательно вот такой арбуз выбрать. И арбуз покрупнее, брат, чем крупнее арбуз, чем он слаше будет. Допустим, многие спрашивают про девочек. Вот видите, вот видите, вот здесь место. Почти ли это девочка? Вот девочка. Она говорит, говорят, слаше будет, но я особо разницы в нем не видел. Летом в жаркую погоду особенно хочется сахарного арбуза. Он отлично утоляет жажду, а также содержит в себе много глюкозы и фруктозы. Сахароза накапливается в процессе хранения арбуза. Это источники витамина группы А, В, С и фолиевой кислоты. В 100 граммах плода содержится всего 38 калорий. Это еще одна причина, по которой покупают эту ягоду. Ну, больше арбузов покупают, конечно же, детям. Берут, конечно, в основном в солнечную погоду, когда жарко. И больше ближе к выходным. На выходные берут арбузы. Ну, арбузов уходит много, как бы, в день. Ну, мне кажется, сейчас так уже арбуз, как бы, пошел более-менее. Как бы, он такой и красный вроде, и сладкий, вызревший. Хвостики сухие. Арбузы красивые так-то. Актуальный вопрос, как сохранить арбуз как можно дольше. Ходят слухи, что некоторые из этих ягод можно с легкостью оставлять даже до Нового года. Арбуз хранится, не этот арбуз, а называется холодок. Он попозже будет, осенью будет арбуз. Она очень долго хранится. Ее можно хранить в таком месте, чтобы он был в висячем месте. Ее надо повесить, чтобы нигде он не касался, чтобы температура была одна. Она долго хранится. Это холодок. Это неделю-две можно хранить, больше не сохраняющего. А вот холодок очень долго, месяца-полтора, даже бывает до Нового года хранится. А как у стюжа не определяют зрелость и сладость этой теплолюбивой ягоды? Сегодня отмечается день арбуза. Любите ли вы эту ягоду? Люблю. За что? Ну, за что, не знаю, наверное, за то, что она напоминает детство, что ли. До сих пор люблю, да. Ну, то, что сладкое, это понятно. Вот детство напоминает, напоминает юг, напоминает тогда, когда отдыхать ездили. Ну, много чего. Самый вкусный арбуз нужно выбирать обязательно по хвостику, смотреть очень внимательно, чтобы он был не зеленый. И потом обязательно нужно его сжимать чуть-чуть. Арбуз, свежий арбуз, всегда немножко потрескивает. Вот это вот самое главное. Первые арбузы на пробу берем. А как выбрать самый вкусный арбуз? Выбрать знаю. Овальные, вот такие длинные, это мужские. Более круглые, это женские. А женские, как правило, не слаще. Любите ли вы эту ягоду? Очень. А за что? Сладкая, вкусная, ароматная, вкус детства. А как правильно выбрать самый вкусный арбуз? Вот похлапывание, чтобы звонкий был не глухой. Ну и надо смотреть, чтобы мужская, а не женская ягода была. Так, а какая вкуснее, мужская или женская? Я думаю, женская. Ну, летом нежелательно брать, они не особо вкусные, ближе к осени. Я вообще их не ем. А знаете, как выбрать самый вкусный? Ну, не знаю, по рекомендации там. А как думаете, как правильно выбрать самый вкусный арбуз? Это все не сходится, то, что там советуют. Это все, мне кажется, главное, чтобы он был... Я по региону выбираю арбуз, где он вырос. И по времени. А мне нравятся астраханские. И я думаю, что сладкие арбузы должны быть и в августе, и в сентябре. Вкусный, сладкий, ароматный. И за то, что она зеленая ягода. В августе арбузы уже до конца дозревают, поэтому пользуются огромным спросом у людей. Скорее всего, нет такого человека, который бы летом никогда не покупал эту ягоду. Если в 2020 году вы еще этого не сделали, сегодня тот самый день. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»